Конечно, сомневаюсь, что мы хотели лучше, потому что состав намного сильнее. Я же уже говорил, что сейчас в каждой команде уже несколько человек с высшей лиги уже могли играть. Поэтому тот результат, который есть, от меня очень устраивает. Конечно, не обошлось без этого немножко недоразумения. Мы могли вести 4-1 в этой игре, но в итоге проиграли. Но в целом очень доволен командой. И очень доволен тем, что у нас в среднем за игру забивалось 10 мячей. Так что намного легче играть, когда много забиваешь. Конечно, хотелось бы, чтобы и пропускали меньше. Но это игра. Так что очень доволен, потому что команды сильные. Особенно «Спутник Арпинск» мне понравились своими командными действиями. В остальных командах там выделяется 3-4 человека, конечно, на фоне остальных. А вот «Спутник Арпинск», конечно, они за счет командной игры мне понравились. Ну, а мы справились. Я очень доволен, что ребята отработали по полной. И что не зря мои финансовые вложения в нас какие-то... Завод все-таки большое дело делает, что сохраняет как вид спорта хоккей с мячом. Я уже повторяюсь, потому что в том году проехал по всей области. Каждый год одна-две команды закрываются и не участвуют, и не могут найти финансирование. Поэтому большое спасибо Северскому трубному заводу. Шестой год лучший. Какая мотивация? Как находите слова, чтобы мотивировать ребят, чтобы каждый год выкладывались на пол? Да, мне нравится то, что мы готовимся не как бы в общем целом. Это ясно, что мы готовимся только первые. Но мне нравится, что ребята настраиваются на каждую игру. Вот мне это очень хорошо импонирует, потому что ни разу не слышал, что там спустя рукава, там то-то, то-то. Нет, на каждую игру настраиваются. Ни у кого мыслей нет даже, чтобы там проиграть или что-то. Если мы едем, значит, мы должны выиграть каждую игру. Вот это мотивация все-таки. Надеемся, что все-таки хоккей с мячом, он наконец включит программу олимпийских игр. Потому что статус хоккея с мячом был бы намного выше. Сами понимаете, олимпийская сборная по хоккею с мячом. И я думаю, что и развитие хоккея бы другое было. И детям бы больше внимания, и взрослые команды были бы. Так что вот все, все к этому вот хочется. Потому что уже на 22-м объявили, что не будет на Олимпиаде хоккея с мячом. Хотя такие виды спорта, сами знаете, непонятные. Иногда я даже их и не смотрю, и не болею, и не переживаю. А хоккей с мячом очень хорошая игра. Так что... В этом году на порядок выше всех забили, больше всех. И у нас такая пара нападений, сутилетов, чучали. Да. Внутреннее даже у них такое соперничество получилось. Да, доходило до того, что смотрю, уже иногда и пас друг другу не хотят давать. Хотят больше забить. Ну, я скажу, что это лучшие нападающие, вот, в нашей Свердловской области на данный момент. И повезло, что они у меня. И на самом деле, вот, 10 мячей за игру забить, это очень хорошо. Потому что... Хоккей с мячом чем интересен? В отличие от того же футбола, что там гол, два, там уже можно никак не поправить положение. А в хоккее с мячом, даже пусть ты будешь проигрывать первый тайм и 4-0, и 5-0. Во втором тайме все можно измениться и можно все поправить. Теме интересен хоккей с мячом. Основная задача у нас сейчас еще на финал съездить. Вот, завтра уже уезжаем, буквально 21-го числа. Город Нерехта, не знаю, не был никогда в этом городе. Во-первых, как там со льдом? Меня больше всего это вот волнует, потому что вот в том году в Шатуру съездили, не получилось финала, потому что лед плохой. Мы такую игру, как они там играют, не умеем высекать, ловить, добивать, бороться. Но у нас совсем другая игра. У нас скорость, у нас комбинации. Так что надеюсь, что и в Нерехту съездим удачно, потому что без медали уже удручает. Хочется, чтобы мы какую-то медаль привезли оттуда. Вот беспокоит состояние льда. Да, и, конечно, то, что вот у меня уже три человека не смогут выехать. Все-таки каждый работает. И там сработать сложно, когда на шесть дней отключать. Ну, надеюсь, кто будет, мы постараемся. И это играть хорошо, и чтобы не стыдно было ни нам, ни вам за нас. Спасибо.